В БКС прошла необычная ярмарка, участники ничего не продавали, а учились. Десятки волонтёров узнавали, как эффективнее помогать другим. Нередко собрать крупные суммы на такую нужную помощь трудно. Ещё сложнее заинтересовать и обратить внимание на тех, кто в этом нуждается. Как этому учат в сюжете Дениса Козлова. Эти ребята не понаслышке знают, что порой смех помогает куда лучше пилюли. Преподаватель, кандидат философских наук, финансист. Такие разные, но увлечённые одной целью люди. Помогать больным детям и их родителям переживать тяжёлые больничные будни, когда они находятся на лечении. Они шприц берут в ручки, они видят, что это такое, они не боятся. Они начинают серьёзно относиться к этому, что у полочек, что это не больно. И вот так вот они адаптируются к этому медицинскому пространству. Клоуны, волонтёры. У них есть работа, семья, как у всех. Только свободное время они посвящают другим людям. Зарплату, конечно, за это не получают. Да и никакими деньгами результат такого труда не измерить. Две мамочки. У одной ребёнок, у крупной ребёнок реанимации, у другой крупной ребёнок на операцию. Вы сами представляете состояние этих мамочек. И нужно было видеть. Был такой момент, я там играл на музыкальном инструменте, моя партнёрша пригласила. К сожалению, наоборот получилось танцевать мамочкой. И было видно хорошо, как у человека просто отлегает души. Сегодня здесь представлены сразу несколько фондов, которые пытаются решить насущные проблемы. Например, есть ребята, которые обучают языку жестов, чтобы глухонемые могли общаться с обычными людьми без проблем. Скажите, как будет моё имя? Д-Е-М-И-С-С. Денис. Денис. Есть тут и волонтёры-поисковики, люди, которые занимаются ипотерапией, катают инвалидов на лошадьях, зоозащитники, которые ищут дом животным. Всего 20 благотворительных фондов. Все они участники стартовавшего в Красноярске марафона «Из Сибири с любовью». Его организовал Центр социальных программ «Русала» при поддержке фонда президентских грантов. За 8 месяцев желающих обучат грамотному и эффективному сбору частных пожертвований. В качестве экспертов привлекают самых опытных волонтёров страны. Выступает женщина, которая говорит, вы знаете, сейчас я вам расскажу, как за 10 центов я собрал полмиллиона долларов. Все-таки вау! Открытую лекцию для волонтёров провёл Митя Лешковский. Это основатель фонда «Нужна помощь». Его опыт – это прежде всего модель сотрудничества волонтёров, бизнеса и медиа. Этому он и приехал обучать в Красноярск. В том, что подобный проект дошёл до нашего окрая, говорит Митя, огромная заслуга «Металлурга». Абсолютно очевидно, почему компания «Русал» поддерживает подобные мероприятия. Потому что компании «Русал» выгодно, чтобы люди жили здесь лучше, чтобы качество жизни было лучше, чтобы качество социальных услуг, оказываемых некоммерческими организациями, было лучше. Поэтому это очень важно, это очень нужно. И вообще, на самом деле, инфраструктурные организации, такие как фонд «Русала», это супер важно для регионов. Социальная программа «Русала» помогать просто, включая сразу несколько благотворительных проектов. Один из них – школа городских изменений, обучает инициативных граждан, которые хотят сами участвовать в решении социальных проблем. Не всегда государственная административная машина поворотливая и может реагировать на все случаи, да их и невозможно все предусмотреть. А именно небольшие организации людей, они готовы тратить свое личное время, свои ресурсы, чтобы помочь, они как раз и формируют эти группы, которые решают нестандартные, а зачастую локальные ситуации. Или как-то, может быть, добавляют больше человечности в то, что большой государственный механизм, он делает, конечно, но не учитывая всех нюансов этого процесса. Как говорят сами волонтеры, стать благотворителем просто. Например, вместо подарков на свой день рождения попросите друзей собрать деньги для помощи тем, кто в ней нуждается. Нередко именно так и удается найти значительные средства на, казалось бы, самые неподъемные нужды людей. Денис Козлов, Дмитрий Комаров, 7 канал.